Карачаево-Черкесия на телеканале Россия 1. Главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Добрый вечер. Сегодня главе Карачаева-Черкесии Рашуда Тимрезову представили нового руководителя управления Федерального казначейства по республике Юрия Доттаева. Стороны обсудили взаимодействие управления с органами власти Карачаева-Черкесии при реализации бюджетной политики республики, как в части пополнения доходной части, так и в системе расходных обязательств. Затем заместитель руководителя Федерального казначейства Ильи Исаев представил коллективу казначейства нового руководителя. Юрий Рашидович долгое время работал в банковской системе. Задача перед ним новым руководителем стоит амбициозная. Это прежде всего финансовая дисциплина, борьба с нарушениями при исполнении бюджета и многие другие вопросы, подчеркнул Ильи Исаев. Жители и гости Прикубанского района, проезжающие между селами Знаменска и Николаевска, наблюдают строительные работы загадочного объекта, который проводится прямо в поле. Этот объект – строительство у Сжигутинского Прикубанского группового водопровода. Сейчас строительственно-монтажные работы в самом разгаре. Сколько уже выполнено всего от объема работы и когда планируют их завершить, узнавал Мураджан Кезов. Новый групповой водопровод позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 10 населенных пунктов. Пристань Привольная, Личевская, Светлая, Пригородная, Счастливая, Халатно-Ротниковская, Талуэк-Николаевская и Знаменку. А это без малого почти 12 тысяч человек. Более подробно о строительстве объекта мы попросили рассказать начальника участка. Ведется строительство межрайонного группового водопровода у Сжигутинского и Прикубанского районов. Согласно этого проекта, вот здесь вот возводим два резервуара по тысяче кубов и еще одна насосная будет. На сегодняшний день вот мы возвели фундаментную плиту под основание резервуаров, под обоих резервуаров. Первый резервуар и здесь вот где мы стоим второй резервуар. Выполнены на сегодняшний день где-то 30% стоимости сметно-монтажных работ. Федеральный проект «Чистая вода» предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения питьевой водой и систем центрального водоснабжения. К 2024 году планируется обеспечить качественной водой 80% жителей республики. Работы идут полным ходом, несмотря на некоторые затруднения. Дожди, что были, немного задержали нас сроки работы. Грунтовые воды пошли, вот это вот откачивать воду, вот это трудности. Май, июнь, дожди вот эти вот. Дальше будут проводиться работы уже непосредственно по устройству резервуаров. Сейчас вот мы будем заниматься гидроизоляцией поверхности фундаментной плиты. Потом уже горизонтальная и вертикальная боковых обмазочных гидроизоляция. А потом уже будем устраивать армирование днища резервуара и днища резервуара будем делать. А потом уже стены пойдут резервуара и, естественно, колонны, и все как полагается. Объект группового водопровода планируют создать к концу года. В целом проблема качественного и бесперебойного водоснабжения актуальна для нашей республики. Этот вопрос решается последовательно. Серьезным подспорьем стал нацпроект «Чистая вода», в котором республика активно участвует. В рамках этого нацпроекта также идут работы по строительству водопровода в Карачаевском районе и поселке Аркен-Шахар. Мурат Чантьозов, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 21 381 человек. Из них 20 461 выздоровел, 521 госпитализировал. Сейчас прогноз погоды, а далее продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. Вечером и во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер восточный 5-10, днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 12-17, в горах 6-11, а днем 26-31. И в горах местами 19-24. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный 5-10, днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 15-17, днем 29-31 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. В Нижнеархызском Аландском городе археологи Российской академии наук совместно с научно-исследовательским институтом Высшей школы экономики и институтом Востоковедения изучают захоронения, найденные на территории древних аландских храмов. Об экспедиции, о том, какие находки обнаружили археологи, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Раскопки в этих местах ведутся вот уже третий год. Сами археологи отмечают, что основная задача – исследовать три аландских храма X века в Нижнем Архызе. В среднем храме обнаружили захоронения, находящиеся в каменных ящиках. Послам ученых в основном на территории религиозного сооружения хоронили представителей знати и духовенства. Наша основная задача – исследовать все захоронения. Это позволит получше узнать историю этих храмов. Здесь, конечно, у нас христианские погребения, алан. Это знать, потому что вокруг храма в любом случае знать. Но помимо этого всего прочего, внутри храма мы раскопали в позапрошлом году погребения ктиторов. Ктиторы – это те, кто заказали строительство этого храма. Прямо посреди храма, к сожалению, вот туда не доехали, погребение трех женщин. Одна была в каменной мечке лежала, и две чуть-чуть рядом. В гробах. Конечно, гробы не сохранились, мы нашли гвозди. Но, к сожалению, так как они христианские, инвентарь, то, что вы называете, эти находки, у нас, к сожалению, очень скудный. Археологи проводят раскопки каменных ящиков, где раньше в старину люди хоронили своих усопших. Здесь мы можем увидеть, уже даже нашли останки тех древних людей. Невооруженным глазом можно заметить, как хоронили ближе к стене храма. На данный момент археологи расчищают места захоронений. Также ученые изучают архитектуру Аландского храма. Это позволит нам получше узнать, как вело строительство этих религиозных сооружений. Андрей Юрьевич, вот расскажите нам об особенностях архитектурных, которые вы уже при раскопках нашли здесь, и в чем проявилось это? Наша экспедиция, совместный институт археологии, институт высоковедения Российской академии наук и Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики приступила к исследованию архитектуры Среднезеленчукского храма четыре года назад. На самом здании церкви мы видим швы, которые говорят о разнородности этапов его строительства. И нашей задачей было выявить строительную историю этого храма. И нам удалось кое-что интересное выяснить. В частности, например, работая в западном рукаве храма, где мы сейчас стоим, мы обнаружили мощную выкладку, которая идет поперек храма, от стены к стене, которая должна была служить опорой для каменных хор, на которых находился весь, видимо, Аланский царь и его свита. Все останки будут изучены после раскопок. Это уже более научная часть нашей экспедиции, отмечают сами археологи. Будут проводиться антропологические исследования, которые позволят нам узнать о жизни людей, которые жили в этих местах. Современные технологии позволяют нам даже воссоздать облик этих людей и даже рассказать о том, чем они болели и от чего умирали. Проводится обширная программа палеоантропологических исследований нашими сотрудниками Марии Борисовны Медниковой из Института археологии РАН. Мы изучаем палеопатологии, проводится полувозрастная комплексная диагностика. Это значит, что мы узнаем об этих людях практически все, кроме их имен. То есть, где они родились, сколько они жили, их возраст, их уровень жизни. Аланские храмы хранят много тайн и появилась возможность заглянуть в прошлое благодаря этим захоронениям, отмечают археологи. Еще многое нам предстоит изучить. Раскопки внутри храма ведутся быстрыми темпами. Все находки будут переданы в Музейный фонд республики, заверили ученые. Вот мы начали брать этот храм, эту часть храма, и здесь обнаружили вдоль стен погребения. Погребения разрушены, судя по всему. Вот раз, два, вот ящик, видите, вдоль стен. Там тоже разрушенный ящик, который, судя по всему, при устройстве разрушил более ранний ящик. Когда эти погребения были сделаны, непонятно, но, судя по всему, самые ранние из них аланские, более поздние, возможно, пост-аланские. Поскольку эти храмы почитались уже в более позднее время, вплоть до исламизации местного населения. Это часто очень бывали семейные погребения, то есть вначале одного хранили человек, потом через некоторое время другого. Здесь, причем, сохранился, судя по всему, еще не до очищен до конца, но, судя по всему, сохранился второй костяк тоже целиком. То есть, вот, потому что обычно кости сгребали в бок или в одном месте просто сделаны отдельные ямки, куда перенесли кости из более раннего погребения. Также будут проводиться раскопы и в Алансском северном храме, где обнаружены захоронения. Алихан Левшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Нижний Архыс. В свой 75-летний юбилей отметил Борис Дауров, известный врач, пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук. Более 40 лет Борис Дауров прожил в Москве. Недавно он вернулся на свою малую родину и по-прежнему все свои силы отдает медицине. О враче с большой буквы. Материал Шерифат Левшоковой. Имя Бориса Индрисовича Даурова в числе лучших врачей страны. Более полувека он отдал медицине. И сегодня, отметив 75-ю годовщину, профессор-пульмонолог по-прежнему на страже здоровья людей. Когда пандемия стала вызовом для медиков всего мира, Борис Индрисович ни одного дня не оставался в стороне. Он провел сотни дистанционных консультаций, встречался с пациентами и их близкими, спас множество жизней. Что же дает силы врачу? Секрет безграничной любви к своему делу и людям. Так воспитывал отец, говорит Борис Индрисович. Сын фронтовика родился будущий доктор в Хабесе сразу после войны, в 46-м году. Долгожданный мальчик после пяти сестер. Но семейное счастье было недолгим. По доносу отец был репрессирован. И только в хрущевскую оттепель семья воссоединилась. Мама всю жизнь работала в колхозе, выполняла тяжелую работу. И почти 11 лет одна растила детей. Родители, пережившие много испытаний, никогда не теряли веру в людей. Это мучили и своих детей. Мне очень везло на хороших людей. И я думаю, по какой причине. Когда я уезжал в Ставрополь в мединститут, отец посадил меня и сказал, вот я прошел коллективизацию, войну, лагеря. И сделал такой вывод. Не дели людей по разрезу глаз, по цвету волос, по религии, по языку. Он говорит на твоем языке или нет. Есть две национальности, хорошие и плохие. Первые наши учителя были русские, говорит Борис Андрисович. И сегодня он с благодарностью вспоминает свою учительницу, привившую любовь к книгам. Но мальчик и сам тянулся к знаниям. Закончил он школу с золотой медалью и победой на Краевой олимпиаде по химии. С первого раза поступил в Ставропольский медицинский институт, хотя все льготы отличникам были отменены. После завершения учебы последовали полтора года работы в Тибердинском противотуберкулезном санатории. Затем он шесть лет будет возглавлять Хабесскую районную больницу. Но тяга к науке переселила, и Борис Андрисович поступает в московскую аспирантуру. В дальнейшем вся его жизнь будет связана со столицей. Работа в медицинском институте, институте усовершенствования врачей, в центральной клинической больнице. Борис Дауров защитит докторскую диссертацию, станет профессором, напишет более 130 учебно-методических работ. Он также соавтор унифицированных программ по последдипломному образованию врачей-эфтезиатров и пульмонологов. Врачей мы готовили не хуже, если не лучше на Западе. На Западе они в основном уделяли внимание техническим средствам. У нас ещё УЗИ не было, у них вовсю УЗИ. Но мы и слушать могли, и перкутировать, и общение с больным. Это очень важно. Там очень мало общается с пациентом. Борис Андрисович участвовал в международных симпозиумах и конференциях. И сегодня он следит за всеми новшествами в медицине. Профессор признаётся. Прожив десятилетия в Москве, его начало тянуть домой. Так Карачаева Черкесия вновь обрела профессионала, мудрого человека с большим сердцем. Лечебную практику Борис Андрисович совмещает с общественной деятельностью. Многое встречается с молодёжью, представителями старшего поколения. Отец шестерых детей и множество внуков. Он, как никто, радует за сохранение родного языка, кавказских традиций и культуры. Борису Даурову 75. Возраст, когда уже многое знаешь, можешь делиться опытом, но он щедр и на душевное тепло. Внимательный, с добрым сердцем, доктор дарит веру в людей и надежду на исцеление. Шерифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был этот день в Карачаево, Черкесии. А прямо сейчас продолжение фильма «Московский роман». До встречи!